Девчонки, всем огромный привет! С вами снова Кристина. Как вы уже догадались по названию видео, сегодня речь пойдет о декоративной косметике, о моих покупках. Я решила, как уже говорила ранее в предыдущих видео о моих покупках декоративной косметики, что у меня было огромнейшее количество покупок разных, и я решила делить их на небольшие порции, чтобы делать такие коротенькие видео, а не делать огромное часовое видео о моих покупках. Сегодня речь пойдет о бюджетных марках, о двух бюджетных марках из Германии. Если вам интересно такое видео, то оставайтесь со мной. Я надеюсь, вам не мешает шум из окна, я постараюсь его как-то убрать, но sorry, просто сегодня очень-очень жарко, и находиться в закрытом помещении перед лампой, перед освещением очень сложно, очень жарко. Я сразу начинаю задыхаться как-то. В общем, я надеюсь, что вам эти звуки не будут мешать, я постараюсь их убрать. Ну, а давайте уже приступать к косметике, которую я вам сегодня хочу показать. Я покажу две марки, это Essence и Trendetap. Довольно-таки бюджетные марки в Германии, они стоят действительно копейки, и Trendetap мне очень нравится, как и Essence. Познакомилась я с Trendetap непосредственно здесь, в Германии, и каждый раз меня привлекает этот стенд, стенд с этой косметикой. Но начну я, пожалуй, с Essence и с продуктов, на которых я не буду особо зацикливаться, как-то останавливаться. Покажу первый, это вот такая вот палетка корректирующих консилеров от Essence из весенней лимитированной коллекции, Little Beauty Angels Color Correction, Concealer Palette. И это какая-то там, по-моему, единственная палетка, но она под номером 1, For Angels. Здесь содержится 4 вот таких вот оттенка, которые должны по идее перекрывать различные там покраснения, прыщики на вашем лице, нейтрализовать синячки под глазами. И единственное, что здесь работает, это вот эти вот два персиковых оттенка, один более такой желтоватый коричневый, желтовато-коричневый персиковый и персиковый. Они действительно хорошо перекрывают покраснения, особенно синячковую зону под глазами. Вот эти два, фиолетовые и зеленые, абсолютно не работают, они слишком выбелены, они превращаются в какой-то такой белый консилер, это не зеленый, это не фиолетовый, ничего не перекрывают, никак не работают, поэтому не советую. В принципе, сейчас уже этих палеток нет на обычном стенде у Essence, но если вы где-то увидите и подумаете купить, не покупайте, абсолютно бесполезная вещь. Следующие два средства от Essence, это вот такие два карандашика из разной ценовой категории. Первый более такой дешевенький идет, из серии Коял Пейнсел в оттенке 01 Black. Покупала этот карандаш для того, чтобы наносить его на внутреннюю слизистую, для того, чтобы делать какой-то акцент в ярком, темном макияже. Мне очень нравится, как работает этот карандаш, он действительно кремовый, хорошо наносится, хорошо держится на слизистой, как прибитый, его не нужно наносить несколько слоев, он уже в первый слой наносится довольно-таки хорошо. И если его использовать в качестве, там, для стрелочек, или нанести какое-то цветовое пятно на глазах, чтобы потом растушевать, тоже он отлично подойдет, он отлично тушуется, отлично держится в течение дня. Советую присмотреться. И следующий карандаш я не советую, это более дорогая серия. Extreme Lasting Eye Pencil из Liglight Inverture Proof. У меня оттенок Silky Nude 06. Это такой светло-бежевый карандаш с розоватым подтоном, который я тоже надеялась наносить на внутреннюю слизистую, но, к сожалению, его очень сложно наносить. Он наносится какими-то проплешинами, очень как-то неровно, некрасиво, как-то топорно наносится, очень сложно его нанести, с ним нужно долго повозиться. И, в принципе, он хорошо держится на слизистой, как прибитый, он действительно водостойкий. Вот здесь я его нанесла, но как-то, не знаю, с ним очень нужно сильно повозиться, чтобы нанести ровно и красиво. Следующий гель для бровей, который я вам хочу показать, я вам уже показывала, и в этот раз я купила себе в оттенке для блондинок 03 South Drown Nibbrows, и это Make Me Brow от Essence. Очень люблю эти гели для бровей за то, что у них потрясающая щеточка, отлично наносится, консистенция в меру жидкая, в меру густая, хорошо повозносится, действительно классно фиксирует брови. Что мне еще нравится в этом геле, то, что у него есть такие мелкие волосочки, которые можно нанести где-то там, где у вас не хватает густоты. Переходим к марке Trend Etap, и первое, что я вам хочу показать, это базу под макияж, Expert Makeup Perfection Base, и я не совсем понимаю этот продукт, как и в первом видео, где я его использовала, я оставлю где-то здесь ссылочку, я не поняла, что оно делает. Девчонки, если вы его использовали, и оно что-то делает на вашем лице, напишите мне в комментариях, потому что я не вижу никакого результата, я не вижу, чтобы он как-то так сглаживал лицо, как-то продлевал макияж, как-то минимизировал поры. Не знаю, мне кажется, ничего не делает, просто, возможно, как-то защищает кожу от вредного воздействия тональной основы, что, в принципе, и должна делать база, но также она должна что-то как-то выравнивать, но вот эта база абсолютно ничего не делает, она как вода, я ее такая силиконистая водичка, я ее наношу на лицо, и все, и ничего не происходит, не подсвечивает, хотя, кстати, есть еще подсвечивающая база из этой же серии, я не знаю, для меня это абсолютно бесполезный продукт, сейчас валяется у меня в туалетном столике, и я не знаю, куда его теперь девать. Следующий продукт от Trend Etap мне очень нравится, это пудра Skin Supreme, потрясающая пудра, у меня, кстати, оттенок 50, это такой желтоватый нюд, посмотрите на эту упаковку, но, в принципе, можно сказать, что это бюджетный продукт, но у многих люксовых и профессиональных марок некоторые пудры выглядят точно таким же образом, даже Maybelline выглядит гораздо хуже, чем Trend Etap, но Maybelline и L'Oreal стоят дороже, посмотрите, какая красивая упаковка, здесь, кстати, очень хорошее большое зеркальце, хороший спонжик, и здесь содержится довольно-таки много продукта, 9 грамм, очень надолго его хватает, хотя вы можете увидеть, какая у меня здесь уже ямочка, я очень люблю эту пудру, люблю, как она наносится, она такая, знаете, невесомая, как фуаль, легко наносится, фиксирует макияж, сглаживает все неровности, люблю ее наносить не только на тональную основу в качестве завершения своего макияжа, а также, в принципе, как самостоятельный продукт, наношу просто консилер под глазами, если хочу выровнять просто тон лица, я наношу эту пудру, она слегка выравнивает тон, в меру матирует лицо, смотрится очень красиво и натурально, и не видно этого кейк-эффекта, очень, девчонки, советую, присмотритесь. У меня какое-то неоднозначное отношение к маркет Red Etap, мне один продукт нравится, второй как-то не очень, и следующий продукт, как вы уже догадались, тоже не очень нравится, это водостойкая тушь номер один, и я, конечно, не вкладывала в нее каких-то особых, надежды, не ожидала от нее супер какого-то эффекта, но посмотрите на эту щеточку, глядя на нее, казалось, что будут просто огромные какие-то красивые ресницы, на самом деле она ничегошеньки не делает, делает ресницы абсолютно средними, она неплохо держится на ресничках, как водостойкая тушь, но она все равно у меня отпечатывается на верхнем веке, на нижнем веке, да, она не осыпается, в принципе, ее тяжеловато так смыть, но как-то, знаете, ну, вообще ни о чем. И последнее, что я вам хочу на сегодня показать, это три вот такие вот помадки тоже от Trended Up, я их просто обожаю, и во всех своих влогах вам показывала, это мои абсолютные фавориты, и давайте я начну, пожалуй, с обычной стандартной серии, это серия High Shine, кремовая серия, вот так вот они выглядят, мне очень нравится оформление в Trended Up, оно такое лаконичное, хоть и пластиковое, но очень смотрится даже неплохо, и первый оттенок, который я вам хочу показать, это 210, это такой коричнево-розовый темный нюд, потрясающе смотрится на губах, на каждый день это то, что нужно, текстура очень плотная, кремовая, наносится легко с первого слоя, можно легко нанести со стика, очень удачный, хороший, удобный срез, поэтому легко наносить помадку, она, в принципе, довольно-таки долго держится на губах, но ей все равно придется как-то подправлять в течение дня, это все-таки не матовая, не стойкая помада, а просто обычная кремовая, но посмотрите на вот этот оттенок, он невероятно красивый, очень советую девчонке присмотреться, и следующая помадка из этой же серии, в таком, знаете, консилерном оттенке, я ее купила просто для того, чтобы использовать в каких-то макияжах, в видеом с макияжами, и на каждый день, конечно же, я не буду наносить эту помаду, или как-то ее смешивать, возможно, с более темными помадками, добавлять такой персиково-консилерный оттенок, оно очень светлое, немного трупное, но когда вы делаете очень яркий макияж, эффектно нанести на свои губы, вот такой вот оттенок, качество, текстура, все такое же, как и в предыдущей, и следующая помадка идет из лимитированной весенней коллекции, Graceful Feminity, оттенок 0,10, я надеюсь, что эти помады еще есть в магазинах, потому что оттенок действительно очень красивый, такой яркий, весенний, посмотрите, вот здесь вот он у меня нанесен, это такой, знаете, фиолетово-розовый нюд, который в тот же момент делает акцент на ваши губы, а когда все вокруг цветет, такое яркое, цветущее, так и хочется нанести что-то подобное на губы, и смотрится этот оттенок потрясающе, девчонки, советую, присмотритесь вообще к этим помадкам, у них очень красивые нюдовые оттенки. Ну, в принципе, на этом все, я надеюсь, вам понравилось это видео, если да, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, спасибо вам огромное за внимание, до новых встреч, пока-пока!